Друзья, всем привет, добро пожаловать в питерский влог. Получился он очень коротеньким. Снимать особо много не было времени, и мы были уставшие первый день, а далее просто был ливень, и снимать было невозможно. Ну и выкладывать что-то тоже невозможно было, потому что обещанный высокоскоростной интернет в гостинице отсутствовал. То есть он был, но очень-очень тормознутый, там минут 10 смс-ка просто отправлялась. Так что вот насобирала вам тут на 7 минут коротеньких видео, вы можете посмотреть, пока я вам рассказываю в двух словах, где мы были и что мы были. Сразу оговорюсь, что мы ездили не просто с экскурсией, это был особенный тур, таких туров нет. У нас просто знакомый занимается организация этих туров, и с нами ехали паломники. Так что мы были в нескольких святых местах, вот таких экскурсий, к сожалению, не делают. То есть это была наша индивидуальная экскурсия. Вот первый день мы были очень уставшие, мы выехали в 6 часов вечера из Минска, в 7 утра мы были уже в Петербурге, и у нас началась сразу обзорная экскурсия по городу. Я вам раньше говорила еще в Могилевском влоге, что я не люблю такие экскурсии, потому что толком ничего не рассмотреть. Ты едешь, 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 быстренько все проезжаешь, возле каких-то прям значимых мест ты останавливаешься, 10 минут тебе на то, чтобы что-то увидеть, и снова садишься в автобус и уезжаешь. Вот, стандартные обзорные экскурсии. Такие не люблю, но вот они были. Заезжали мы на дневной экскурсии в собор Спаса на Крови. Также мы посетили во время дневной экскурсии кладбище, где захоронена Ксения Петербургская. Мы заходили в Чесновню, где она сама захоронена, где ее могилка, надгробие. Вот, мы прикладывались к нему. Затем мы поехали. Вот так получилось, что мы пропустили именно дневную экскурсию по Невскому, потому что уже времени было много, все хотели в отель, и мы поехали по платной дороге через залив, посмотрели на залив, в 6 часов приехали в гостиницу, и у нас было 4 часа времени, чтобы покушать, помыться и там пару часиков отдохнуть и отправиться на ночную экскурсию по Петербургу. Вот, в 10 часов вечера, то есть с 6 до 10 у нас было время 4 часа. В 10 часов мы поехали на ночную, там уже проехались и по Невскому, и посмотрели дворцы, и через Эрмитаж проехали, и храмы посмотрели с автобуса, естественно, где-то выходили на 5 минут, но это ничего не значит, естественно, да. Вот, конечно же, мы попали на набережную, безусловно, самое основное в Питере – это посмотреть разведение мостов. Вот. Далее мы поехали в гостиницу, у нас было время поспать до 8 часов, в 2 часа мы были в гостинице, до 8 утра у нас было время поспать, потом обед и выезд в 10 часов в Кронштадт. Так вот, первый день нам с погодой повезло, но мы практически ничего не снимали, во-первых, потому что группа с гидом, и самой было интересно послушать, что рассказывает гид, а во-вторых, были настолько уставшие, что просто вот еле волочили за собой ноги. А далее у нас Кронштадт-Петергов, это просто был кошмар, нам с погодой вообще не повезло, если когда мы приехали в Кронштадт, еще более-менее шел дождь, хороший дождь шел, но можно было, в дождевиках мы были все, можно было походить, посмотреть, да, что-то, и по набережной погулять, и по парку погулять, можно было спокойно. То, когда мы приехали в Петергов, начался такой ливень, что как будто над тобой кто-то стоял, и каждую секунду на тебя ведро воды выливал. Чтоб вы понимали, я приехала в гостиницу, я штаны выжимала, с них просто стекала вода. Под этим ливнем, естественно, нам пришлось гулять, у нас гид такая была чайная, ну, видно, потому что уже была оплачена экскурсия, да, она провела нам экскурсию по фонтанам, рассказала нам про фонтан и все там, про каждый фонтан, где, когда и при каких обстоятельствах он открывался, вот. Но единственная в Петеркове такая история, что когда плохая погода, в сам дворец и в корпуса на экскурсии не пускают. Но нам повезло, мы успели заскочить в корпус Екатерины, да, это тот самый домик, из которого она выезжала ночью для свержения своего супруга, да, с трона. Там было несколько комнаток небольших, спаленка, буквально там кабинет, приемная, столовая. Но все равно было интересно посмотреть, там вся старинная мебель, старинная библиотека, очень такая приличная, очень много книг, старинная посуда. Вот. Хоть куда-то, но мы попали, хоть что-то мы посмотрели. В любом случае мы решили, что в следующем году мы обязательно туда вернемся, но мы вернемся уже туда без гида, мы вернемся туда сами с друзьями, сами на машине, чтобы можно было, если устали в пути, где-то остановиться, там поспать, там или как-то так время спланировать, чтобы выехать, там рано утром приехать, вечером, чтобы ночь поспать и на следующий день поехать там по экскурсиям. Вот, кстати, я показываю этот номер. Номера хорошие. Отель Валу 4 звезды. Есть все. Кухня, холодильник, стиральная машина. То есть можно приготовить себе покушать. Телевизор, кондиционер, кровать, все как положено. Санузел только я не сняла. Там ванна, туалет, полотенце-сушитель электрический, то есть постирать, посушить, одежду можно. Вот, там апартаменты, как и просто посуточно, так можно на длительный срок снять как квартиру, и, насколько я поняла, там даже эти мини-квартирки, они продаются. Очень классный дворик. Можно выйти посидеть, погулять, там песочница для детей, и шезлонги, и скамеечки. По кругу дворика, по всей территории, там кафе, бары, магазины, рестораны. То есть есть куда сходить, есть что поделать. Вот, с Петеркова мы приехали в 6 часов вечера примерно, и у нас было свободное время. Наши паломники поехали по храмам в центр города. Мы остались в номере, потому что были очень уставшие. Мы спали. На следующий день мы уже с утра выезжали из гостиницы в сторону Беларуси, но мы ехали в Беларусь через Печоры. Мы заезжали в Псково-Печорскую лавру. Заходили в пещеры Богом Даны. Это подземное кладбище. Оно природное абсолютно. Там в стенах захоронения от 1500 года начиная, и хоронят там до сих пор священников, батюшек всех, кто имеет какое-то отношение к церкви. И не только. Там гробы не закопаны. Они прям стоят. Их можно руками потрогать. И нет запаха тлена. Вот. При этом процесс есть. Очень интересно. Советую посетить. На этом все. Спасибо, что были со мной. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok